Друзья, я продолжаю читать Библию и сегодня у меня уже 15 глава Евангелия от Марка. Вроде бы недавно я только начинал читать это Евангелие и все, уже предпоследняя глава. И, конечно же, эта глава, она обращает внимание на мучения, на страдания, на смерти Господа Иисуса Христа. И она снова и снова заставляет задуматься о том, какой ценой Иисус добыл спасение для меня и для людей. И как я могу это применять и понимать сегодня, чтобы быть благодарным Господу и пользоваться тем спасением, которое Иисус явил для нас. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на то, что, конечно же, Иисус, он умер позорной смертью, но в нем не было никакой вины. Интересно, что судьи его, Японтий Пилат, который пытался найти вину, он ничего лучшего не нашел, как записать следующие слова. Царь Иудеев. Царь Иудеев. Это записано в Марко, в 15 главе, вот 26 стиха, надпись, указывающая и указывавшая его вину, гласила «Царь Иудеев». Так вот получилось, что в действительности убили царя и даже об этом написали. Вот такая вот ирония, вот такой вот у Господа юмор. Хотя, конечно же, в этот момент было не до юмора и, конечно же, не Иисусу. Но, тем не менее, вот на что мы должны обратить внимание? Что Иисус действительно был истинным царем. И нам, верующим людям сегодня, нужно понимать значение смерти Иисуса Христа. А значение смерти находится в 38 стихе, где мы читаем, что завеса в храме разорвалась. Завеса в храме разорвалась. Вот ради чего все было. Для того, чтобы Бог и люди опять воссоединились. Для того, чтобы мы сегодня могли снова иметь близкие взаимоотношения с Богом. Вот такую цену заплатил Иисус Христос. Мы знаем, что проблема возникла в третьей главе книги «Бытие». Тогда первые люди согрешили. Это было разорвано. Эти взаимоотношения были разорваны в одностороннем порядке. Это люди согрешили. Это они ушли от Бога. Но Господь невероятен в своей любви. И на протяжении всего времени Он вынашивал план, каким образом восстановить вот этот вот разрыв Творца со своим творением и свинцом творения человека. И в Иисусе Христе этот план достиг своего апогея. И вот оно совершилось. И это не простые слова. Это очень и символично, и значимо. И Марк не зря пишет о том, что когда Иисус умер, вот она завеса, которая разделяла святого Бога от грешного человечества, разорвалась надвое. В знак того, что смерть Христа открыла для нас свободный доступ к Богу. Я хочу напомнить вам, друзья, что Евангелие именно в этом и состоит. Что Иисус умер по Писанию, как говорит апостол Павел в 15 главе Евангелия первого послания Коринфянам. Что Он погребен был по Писанию и что Он воскрес. То есть Евангелие именно в этом, что Иисус умер, погребен и воскрес. Если мы хотим хорошо понимать Евангелие, то нам нужно думать не только о привилегиях воскресения, о которых, кстати, мы немножко поговорим завтра, но нам сначала нужно подумать о жертве Христа, о цене, которая была заплачена. Размышляйте об этом. Может быть нам кажется, ну мы это уже знаем, мы об этом уже думали. Нет, я глубоко убежден, что мы получаем энергию, силы, именно духовные силы, когда мы размышляем о том, как Христос страдал, для того, чтобы восстановить наши отношения, для того, чтобы оправдать нас перед Богом, для того, чтобы заплатить цену за наши грехи, для того, чтобы поразить дьявола в самую голову, лишить его всей той власти, которую он имел. В этом и есть Евангелие. В его страданиях вот он заплатил эту цену. В заключение я хочу сказать только о том, что Господь ожидает, чтобы мы развивали эти взаимоотношения с Ним, которые нам подарены. Как пастор церкви, я понимаю, что все верующие, мы с вами, в общем-то, должны отстаивать то время наших взаимоотношений с Богом, которые у нас есть. Постоянно есть что-то, что хочет, что претендует занять время, которое нужно уделять Богу. Но все же нам нужно его отвоевывать. Если Иисус пострадал и заплатил такую цену, чтобы наши взаимоотношения с Богом были, то, я думаю, у нас по большому-то счету нет никакого оправдания, если мы не находим нескольких минут, пусть даже часа в день для того, чтобы побыть с Богом, для того, чтобы напитаться Его благодатью, для того, чтобы поклониться Ему, для того, чтобы поблагодарить Его, для того, чтобы посвятить себя на служение Ему, для того, чтобы спросить, а какой же у Него план для наших жизней. Ведь все это Он имеет. Теперь у нас есть доступ к Богу. Теперь мы можем войти в ту судьбу, которая у нас есть от Бога. Теперь мы можем переживать Его благословение. Но, друзья, все это спрятано в наших личных взаимоотношениях с Богом. Никогда об этом не забывайте. И будьте готовы платить цену. Будьте готовы отказываться от каких-то вещей, для того, чтобы поставить в приоритет ваше ежедневное время с Богом. Читайте Библию, молитесь и, конечно же, рассказывайте другим о Христе. Он этого достоин. Он достоин, чтобы количество учеников умножалось, чтобы люди оценили, а для этого сначала узнали, что Христос сделал для нашего спасения. Будьте благословенны. Будьте благословенны. И каждый день начинайте с того, что благодарите Бога за Его смерть и за Его воскресение.